Внимание! Интернет! Внимание! Канал! Всем привет! С вами я, Наил Порошин. Друзья мои, сегодня я хочу вам предложить на просмотр небольшой ролик, снятый давно, снятый где-то в начале года, как предыстория этого ролика. По моей просьбе я обратился к руководству завода, к руководству главного конструктора, снять такой фильм. Что за фильм? Я поясню. Значит, помните, когда-то у меня был ролик, значит, небольшой фильм о том, стоит ли трогать зазоры вторичной камеры карбюратора Сорекс. Значит, я снял фильм, показал, что вот так и так, какие пагубные последствия могут возникнуть для тех, кто хочет побаловаться зазорами. Ну, снял, снял, показал, все хорошо. Ну, все-таки оппоненты есть у меня, я их так называю, не один, которые считают, что я не прав. Тогда я обратился к руководству завода, говорю, ребят, так и так, ну, явно я не прав. Ладно, мне никто не верит. Ну, мало ли что, ну, не верит, не верит. Ну, хоть вы поставьте все на место, расставьте точки над И. Ну, появился вот такой ролик, который сейчас я вам предлагаю, вашему вниманию. Прежде чем вы его посмотрите, я хочу вам показать, значит, некоторые документальные цифры, которые говорят о том, что да, нельзя трогать. Да, это пагубно скажется на результатах вашей деятельности. Что именно я хочу вам показать. Ребята, вот передо мной габаритный чертеж восьмого карбюратора. Что это такое? Ребят, это документ, мы будем говорить, визитная карточка, это сертификат, это паспорт, что еще какие еще? Это конституция этого карбюратора. Ну, я так, не побоюсь этого слова. А что это такое? Вот данном, вот внизу, я вот так тут и сшил, 24-й формат был. Значит, здесь показана дроссельная характеристика карбюратора. Что это такое дроссельная характеристика? Это когда карбюратор ставится на стенд, и оператор кнопками, или можно лабораторным стендом, выставляет, открывает дроссельные заслонки и прокачивает через карбюратор определенное количество воздуха, но при этом за ним следом идет определенное количество топлива. На карбюраторе доведен и подготовлен под автомобиль, то есть эталонным. И вот получаем вот такую кривую. Вот здесь вот открытие дросселя, то есть расход воздуха идет здесь. Максимальный расход воздуха на восьмом карбюраторе достигает 200, вот тут написано 230, ну, наверное, 230 км в час. Расход воздуха через полные два открытия дросселя. А холостой ходит вот 8 кг, потом пошло больше, 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 больше. Вот такая кривая получается. На этой кривой можно проследить с вами все работы, все системы работы карбюратора. Значит, можем проследить, где включается в работу экономазер мощностных режимов, где включается в работу вторая камера, где потихонечку, потихонечку, богаче, богаче, богаче смысл. Сначала беднее, потом богаче. Мощностные режимы, иконостат включается. Здесь все можно проверить. Здесь все цифры. Вот эти размеры, это отношение воздуха к топливу. Вот эти размеры, расход воздуха. А топливо мы с вами можем посчитать. Но, ребят, не об этом я хотел сказать. Это, я знаю, половина 90 или там 90% человек, это не нужно. Это нужно людям, которые, ну, хотят что-то знать там поглубже. Я вам хочу что показать. Смотрите сюда, Игорь. Подойдите поближе, только камеру не крути, не верти. Вот смотрите, ребята, вот на этом вот участке чертежа выведены данные карбюратора, причем строгие данные. Очень строгие. Ты сделай, чтобы все было видно. Значит, читаем. Ну, это все можно прочитать в цифрах, но некоторые цифры вы здесь не прочтете. Просто они никому не нужны. Ну, диаметр диффузора 21-23, диаметр смесительной камеры 32 на 32, это все известно. Главное, дозирус систем 97-97, 165-125, значит, маркировка этих трубок, 23-я трубка, ЗЦ трубка, это тоже неинтересно. Значит, система холостого хода и переходная система первой камеры. Из чего она... Сейчас я... Ты смотри пока сюда, я сейчас принесу карбюрат. Да, вот старик. Ну, это все понятно. Система, да, это он больно черный, не будем показывать, он больно страшный. Ладно, бог с ним. Ребят, смотрите сюда. Телировка топливного жиклера. Так, вот здесь вот. Маркировка топливного жиклера. 42 плюс-минус 3. То есть мы имеем право с вами поставить от 39-го жиклера до 45-го жиклера. Имеем право, если это требует настройка карбюратора. Здесь ничего, все понятно. Воздушный жиклер у нас равен 170... 170... 1,7, будем так говорить. Ребят, смотрите сюда. Я вам сейчас объясню, что это такое. Перетечки воздуха, переходные щели, килограммов в час. Ребята, это та часть перетечек, которая дается нам для контроля, для контроля пробивки щели. Вот если мы поставим здесь дроссельную заслонку, а вот эта щель пробитая, щель переходная, ребята, то вот через нее будет перетекать, у нас немножечко здесь виднеется кусочек щели, а здесь тоже, она находится где-то на серединке. Будет перетекать 1,6 килограммов в час. Но это тоже абсолютно вам ненужная вещь. Это входит все в работу холостого хода. Это я так сказал просто. А теперь самое интересное. Перейдем, ребята, ко второй части, ко второй камере карбюратора. Торировка топливного жиклера. 50. Есть у нас там переходный жиклер. Торировка воздушного жиклера. Все есть. Вот смотрим, самая ценная вот информация. Перетечки воздуха в килограммов в час. Открытие второй камеры. Смотрите, ребят, я вам сейчас нарисую обе камеры. Игорь, пока вот на меня свети. Вот первая камера у нас. Вот вторая камера у нас. Ребят, я устал это все показывать, объяснял. Сотню раз объяснял. Но, ребят, кому-то все-таки не хочется это слышать или слушать. А я не буду больше ничего никому доказывать. Я покажу один раз нужным людям, кто хочет. Другим нет. Вот, ребята, перетечки воздуха через... Я немножко не так нарисовал. Вот так вот. Сделаем зазор здесь. Блин. Не видно. Вот 3,7 килограмма в час Перетекает вот через вот этот зазор и вот этот зазор. Через вторую камеру. Ребята, Тогда, зная, что 8 килограмм топлива 8 килограмм топлива... Не топлива, а воздуха, извиняюсь. 8 килограмм воздуха Перетекает через обе камеры. От 8 отнять 3,7. 3,7. Получаем 4,3. Ребят, это через... Приходится на первую камеру 4,3 килограмма воздуха в час. Вот через вот эти вот вещи. Вот это и вот это вот зазор. Оно откроется просто. Заслонка. Ребят, По моей просьбе Оператор Лабораторного стенда Проверил замер топлива Через вот этот вот патрубок. Вот этот патрубок. Называется он Отсос картерных газов На холостом ходу. Там что-то размер У него Что-то 0,5 по-моему Или полтора миллиметра. Где-то тут есть такой размер. Мы до него дойдем. Где-то полтора миллиметра. Диаметр отверстия для вентиляции картера. Совершенно верно. Полтора миллиметра. Через эти полтора миллиметра Приходит 1,7 килограмм Воздуха в час. Ребята, По моей просьбе Просто это абсолютно Никому не нужно верить. Но она участвует в работе Холостого хода. Также в смешении Значит Работы На режиме холостого хода. Так вот Если мы отнимем Если мы отнимем От 4,3 Еще 1,7 Мы получим с вами 2,6 килограмма Ребята Приходится На регулировку Вот этим черным винтом Ребята Вот этим черным винтиком Понимаете Это Это кажется Что здесь большие зазоры А на самом деле Их практически не видно Поэтому Чуть-чуть Вы тронете Вот перетечки Второй камеры И сразу нарушите Все регулировки Карбюраторов Связанные Ребята Не надо это делать Если вам кто-то говорит А говорят Есть люди Которые говорят Что не слушайте его Ребята Нет Знаете В чем разница Между мной И всеми остальными Оппонентами моими Разница в том Что Меня можно проверить А их нельзя Проверьте их И получите Такую шнягу А меня можно проверить Пожалуйста Что я говорю Проверьте Закройте камеру И получите Такую беду Которую вы потом Не расхлебаете Если вы не знаете Как вернуться Значит К первоначальной Установке Карбюратора Ребята Значит там тоже Один товарищ Сказал Что Перетечки Это Поросцевские Перетечки Ребята Это не мои Перетечки Я очень рад Что он мне Польстил Поросцевские Если бы меня Были мои Перетечки Назвало И моим именем Я бы Нос вот так Задрал Но это Французы придумали Совместно с нашими Специалистами Завода Которые Выезжали Значит К ним Во францию Потом они К нам Это Плод Большого труда Не только Перетечки Вообще Весь этот Узел Холостого хода И вообще Этот весь Карбюратор Он сделан Под наш Автомобиль Под 8 Двигатель Был сделан А потом На базе Этого Карбюратора Будет созданы И другие Там 83 81 На Талую На Классику И так далее Это уже Наш Микитализм Получился Неплохой Карбюратор Неплохой Замечательный На сегодняшний день Никаких проблем С ним нет И претензий К нему нет Уедет Расход Хороший И так далее Ребята Вот давайте На этой ноте Мы Значит С вами Закончим Всем приятного Просмотра Ролика Пожалуйста Смотрите Получите Удовольствие И Запомните Если И это Вам не докажет Что нельзя Трогать Ну тогда Я не знаю Тогда Трогайте Пожалуйста Крутите Поднимайте Опускайте Перетечки Всем всего доброго С вами был Наил Фарушин Тонок Тверь Тонок Вопросы По регулировкам Карбюратора И Сейчас Хотелось бы Рассказать Как эти Регулировки Получаются У нас Почему Их Нежелательно Менять И Что Может быть Если Мы Поменяем Регулировки Для Определенного Двигателя Есть Определенный Расход Воздуха По этим Данным Мы Подбираем Первый Карбюратор Который Будет Прототипом Тонок Крутящий Момент И ЖЕ Минимум Крутящий Момент И ЖЕ Минимум Самое Интересно Что Они Находятся В разных Местах Крутящий Момент Находятся На более Богатой В смеси ЖЕ Минимум Находятся На более Бедной И Вот В этом Как раз Диапазоне Подбираем Мы Регулировки Карбюратор Должен Быть И Максимально С максимальным Потреблением Топлива И Тоже Максимальной Мощности Но Они Находятся В разных Местах Подобрали Регулировки Дальше Карбюратор Поправляется В лаборатории Токсичности Потому Что Кроме Максимального Аммента И Минимального Расхода Топлива Должна Быть Еще В соответствии Требованием Правила Якова По Токсичности Вот В лаборатории Токсичности По Циклам На автомобиле На беговых Барабанах Проверяем Массовый Выброс Проверили Соответствует Если Не соответствует Значит Опять Меняются Регулировки Опять Моторные Боксы Проверяются Эти Характеристики Удовлетворяют Выпускаем На Дорогу На Дорожных Испытаниях Проверяются Ездовые Качества Автомобиля Это Динамика Автомобиля Разгон Автомобиля Движение В гору В общем Все Ездовые Качества Проводятся На автомобиле Специалистами Потому что Человек Человек Чувствовать Автомобиль Он Должен Понимать Жить Вместе С Автомобилем Как Говорится Он Должен Как Конь Подоносить Про Свою Автомобиль Говорит Вот Мало Вот Здесь Вот И Дроссины Затон Спусковой Затон Подбираем Стараемся на всех диапазонах температур подобрать на шагом ну 5 градусов от плюс 10 до минус 27 вообще по госту требуется минус 25 но вас дает нам требования такие на два градуса ниже минус 27 и подбираем эти характеристики подобрали все у нас отлично дальше мы едем проверяем все эти еще регулировки на южных испытаниях пробеговые называется мало того захватываем еще и горные испытания потому что в горах карбюратор начинает богатеть и движение в горах особое требование набрали регулировки все отлично у нас все хорошо и вот этот эталонный карбюратор мы его так и называем эталонный временно пока опытный образец эталонный отправляется именно сюда в эту лабораторию на сканс это у нас установка безмоторная которая снимает характеристику этого карбюратора как бы снимает его все данные для чего чтобы ее за столбить вот видео кстати может видеть характеристика вот такой вид она имеет значит изготовили мы карбюратор вот перед нами характеристика безмоторных испытаний карбюратора это вот та характеристика которой должен удовлетворять карбюратор вот она в середине находится мало того в производстве невозможно готовить два одинаковых карбюратора и поэтому на эту характеристику делается допуск плюс-минус 4 процентов в этом поле допусков должна должны лежать все точки карбюраторов которые изготавливают в производстве в производстве невозможно сделать два одинаковых карбюратора ведь везде бывает разбросы допуски на изготовление жиклеров есть допуски на изготовление заслонок и поэтому к этой кривой допуск имеется 4,5 процента вот в этом поле допусков все карбюраторы которые делаются в производстве должны соответственно находиться в этом поле допусков делается два карбюратора один карбюратор по верхнему пределу другой карбюратор по нижнему и опять проверяется на моторных боксах и на токсичных они должны выглядеть все проверили все удовлетворяет и этот карбюратор у нас считается эталонным карбюратором и хранится у нас он отдельно на сканзе как эталон по нему настраиваются контрольные образцы которые отправляемый цех и цех уже проводит все испытания в соответствии с этой вот с выполнением требований по этой кривой была проведена нашими специалистами и специалистами с улиц большая работа по работе карбюраторов она заняла около трех лет все эти данные сведены сведены у нас таблицу габаритного чертежа где находится как раз размеров этих вот джеклеров наших главной дозирующей камеры где расход воздуха через перетечки второй камеры производительность ускорительного насоса за 10 циклов ну и и остальные все и мы находимся сейчас с вами в лаборатории из моторных испытаний и посмотрим в соответствии этого карбюратора под этим данным мы передаем карбюраторы инженеру алексею шувалову который сейчас проверить регулировки здравствуйте сейчас я установлю карбюратор на вакуумную установку сканз этот карбюратор пришел к нам из цеха сборочного то есть он проверенный на стендах цеховых сейчас я его проверю на лабораторном стенде попробуем снять характеристики заводские которые у нас к которые были настроены цеху и изменим изменим характеристики и снимем показания что нам покажет с измененными сейчас я установлю его на на адаптер закручу венкой это нужно для того чтобы прилегание дроссельной заслонки к адаптеру было герметично подключаем топливо и подключаем в 12 вольт на электромогнитный клапан все карбюратор у нас установлен мы можем приступать к испытанию замерам процесса запускаем стенд в вакуумную установку то есть мы включаем топливный насос который подает нам топливо карбюратор непосредственно и запускаем кондиционер который подает воздух непосредственно под колпак чтобы соблюдать температуру взять педаль следующее открываем топливо и опускаем колпак колпак нужен нам для того чтобы соблюдать одинаковые условия испытания для каждого карбюратора под колпаком поддерживается атмосферное давление всегда одинаковое которое я могу регулировать и поддерживается температура которая у нас заложена при испытаниях 22 плюс минус 2 градуса то есть сейчас на данный момент температура у вас 22,5 градуса рабочая нормальная температура опускаем колпак мы опустили колпак сейчас мы выставляем атмосферное давление именно под колпаком который у нас 760 миллиметров ртутового столба выставляем разрежение за дроссельной заслонкой 390 миллиметров ртутов 390 миллиметров ртутов при холостом ходе расход топлива должен быть у нас 0,64 а расход воздуха 8 килограмм вот мы выставили разрежение нужное нам за дроссельной заслонкой выставили атмосферное давление в камере сейчас мы смотрим расход топлива на холостом ходу расход топлива при 8 килограммах должен быть 0,64 что он нам и показывает расход топлива расход воздуха замеряется вот на этом репорт вот эти показания которые я сейчас снял это база это о том о чем вы говорили раньше до этого с Александром Германовичем он вам рассказывал это база и это нормальные регулировки карбюратора которые будут работать на двигателе подобранные в течении испытаний которые проводились и во всех условиях то есть это база вот сейчас на данный момент карбюратора в погоне за экономией топлива за мощностью двигателя многие пытаются настроить карбюратор самостоятельно то есть это в принципе можно сделать но к чему это приведет неизвестно часто обсуждаемый вопрос в интернете на сегодняшний день это закрытие второй заслонки второй камеры для того чтобы сэкономить топливо сейчас мы продемонстрируем это на лабораторном стенде закроем заслонку второй камеры и посмотрим к чему это приведет вот этот винт это регулировка перетеча второй камеры вот он с завода он настроен и глушится специальной пластмассовой заглушкой чтобы его в процессе эксплуатации никто не мог открутить выкрутить и настроить потому что это уже настроено на стендах это база скажем так опять же вернемся к этой базе сейчас мы попробуем изменить перетечку второй камеры опустив заслонку полностью и посмотрим к чему это приведет сейчас мы опустили заслонку второй камеры до максимума это можно посмотреть проверить тем что рычаг не прилегает к винту она сейчас полностью закрыта перетечки там минимальная мы убрали перетечки второй камеры и сейчас мы попробуем настроить с такой регулировкой карбюратора попробуем настроить колосной метод у меня с как как с в так мы сейчас мы начнем Мы попробуем настроить холостой ход с полностью отсутствующими перетечками второй камеры. Мы будем открывать первую камеру, увеличивая перетечки первой камеры, чтобы достичь расхода воздуха в 8 килограмм, которые положены для нормальной работы длительной холостой ходу. Мы открываем расходу второй камеры, смотрим расход топлива по расходамерства. 54. То есть на данных условиях, на лабораторном стенде, у нас получилось настроить холостой ход с полностью закрытой второй камерой. Но один нюанс. В лабораторный стенд есть лабораторный стенд. На двигателе вы этого результата можете не допустить. Так как двигатели разные, карбюраторы разные, и погрешность тоже у них учитывается. Нужно учитывать эту погрешность. Вот. В дальнейшем сейчас я хочу посмотреть, изменились ли характеристики карбюратора с закрытой второй заслонкой на других расходах воздуха и топлива. Первое. Сейчас мы попробуем открыть карбюратор на расходе 20 килограмм. И посмотрим, как изменился у нас расход топлива с закрытой второй заслонкой без перетечки. Для этого мы отпускаем компакт, делаем дурное разрезание. И открываем заслонку первой камеры на расходе воздуха 20 килограмм. Вставляем разрезание за дроссельным, заслонкой. Также по терпусловию у нас 39 килограмм. И смотрим расход топлива. По раздражению. Расход топлива увеличился у нас. Расход воздуха составил у нас... Сейчас, я не забью. 1,45. Дальнейшее. Мне нужно посчитать это по формуле. Расход топлива. И отклонение от базы. Получаем. Расход у нас увеличился от базы на 10%. По заводским меркам это брак. Допустимо, 4, не более 4%. У нас увеличился на 10%. Соответственно, настройка... Эта настройка второй камеры изменила расход карбюратора в большую сторону. И будет расход топлива и будет увеличение токсичности. Соответственно, в данной ситуации с такими настройками мы получили брак. То есть, такая настройка недопустима. Итак, в результате изменения перетельщика мы получили с вами карбюратор бракованный. Если посмотреть на нашу безмоторную характеристику, точка, которая была получена на... Значение, которое было снято на точке 20, у нас соответствует 13,75. Это далеко за полем допуска находится. Такой карбюратор является бракованный. И наш завод никогда такой карбюратор не выпустил. Но мы не можем запретить нашим потребителям менять регулировки. Меняйте, пожалуйста, как говорится. Но вы помните о тех трех составляющих. Мощность, экономия и токсичность. Они все взаимосвязаны. Этот результат работы всех доводчиков, всех инженеров. Не просто так, как все регулировки у нас появились. Меняя перетечки, мы получили, что увеличивается расход топлива. Токсичность тоже увеличится. И как поведет этот карбюратор в дальнейшем, я даже не могу сейчас сказать. Говорил Наил Порошин, что нельзя настроить колостой ход. Но у нас он настроился. Но не факт, что он на двигателе будет именно настроиться. Вполне возможно, что будет и подкапывание там. Тогда холостой ход будет плавать. И если у вас, когда вы поменяли перетечки, подкапывать. Загляните в первую камеру, увидите там. Если подкапывание, точно, холостой ход вы никогда не настроите. Если хотите обеспечить надежную, долговременную работу вашего двигателя, сохраняйте настройки заводские. Наш карбюратор выпускается в специальной красочной коробке. Сирлаком контроля подлинности. Покупайте именно нашу продукцию. Не подделки. Всем привет. Ну что, друзья. Имха. Инженеры даже нам не оставили шансов не закрыть эту тему перетечек вообще. Но вот все шансы свел на нет высокоточный стенд-сканс, который нам действительно показал наглядно, что если взять два карбюратора, один с заводскими регулировками, перетечек второй камеры, второй полностью закрытый, плотно закрытый, дроссельной заслонкой второй камеры, результат во втором случае оказывается достаточно плачевный. А именно, если вдруг дроссель второй камеры полностью закрывается, автовладелец получает следующие проблемы. Первое. Это в большинстве случаев невозможность и неспособность нормально хорошо настроить себе холостой ход. Второе. Второй момент. Это увеличенный расход топлива. Цифру вам показали. Это 10%. Что еще говорить? Возможно, появятся люди, которые даже этому не поверят. Но, собственно, мне кажется, что тут все ясно. больше, наверное, рассуждать не о чем. Но, если вы все же захотите проверить, выставить какие-то там свои, может быть, кто-то снимет ролик очередной из наших подписчиков, действительно, захочет проверить, закроет дроссель, получит вот эти вот все проблемы, а потом захочет вернуть и не сможет, у нас есть хорошее видео на эту тему. Он снял его когда-то еще тоже уже давно, наверное, около года назад. Наш подписчик, его зовут Даниэль, он из Швеции. Он снял, где он показал, что перетечки, они и в Африке. И в Швеции перетечка. Ну, собственно, и в Африке тоже перетечка. Вот. И он наглядно показал, каким образом он настраивал, возвращал обратно положение нормального угла открытия, да, перетечек второй камеры. Дальше, дальше смотрите сами, принимайте правильное решение. Знаете, я еще добавлю вот что. Возможно, после выхода этого на видео опять возникнет где-то ажиотаж, опять у кого-то появится бурное желание что-то там опровергнуть, да ради бога. Ну, да, вот. Кто-то не поверит в сканзу. Ну, пускай докажут, что сканз — это очень плохой прибор. Я буду только за. Развивается, интересно смотреть новые видеорепортажи. Единственное, может быть, что неприятно, были такие случаи, когда видео с нашего канала вырезали, как-то его снимали, у себя выкладывали, ну, воровство же. Зачем это делать? Я на самом деле, вот сейчас ночь, да, я проработал всю неделю, у меня порядка 60 часов получилось за 5 дней. То есть это безвылазно около компьютера. Сегодня я сделаю этот ролик ночью уже. То есть я сейчас досниму, а потом вот так вот с трудами людей обходится. Ну, по-моему, это не культура, на самом деле. Ну, хотя, кто ж, кто ж знает. Люди же разные бывают. Отмечу еще то, что кто-то подумает, что, возможно, в этом видео мы хотели кого-то очернить. Нет, это не так. Вообще, цель нашего канала, еще раз я повторю, я об этом писал много где-то кому-то на страницах, в комментариях. Цель канала такая, скажем, высокая, благая цель, да, это создание некого портала, что ли, на котором люди, на который могут зайти и найти ответы на свои вопросы, которые касаются ремонта их автомобилей. Автомобилей таких, как показывает статистика, достаточно много еще на постсоветском пространстве. Бегает мастеров, к сожалению, хороших, как также показывают практики и показывают комментарии тех же самых наших подписчиков. Тоже действительно мало хороших мастеров. У кого-то просто бывает иногда нет денег. Это наши автомладенцы, да, мы так называем, которые, может быть, кто-то просто любит сам ковыряться, но еще чего-то не знает. Мы являемся такой некой стартовой, наверное, точкой, которая, во-первых, может помочь получить какие-то знания, которые помогут отремонтировать, могут натолкнуть на какие-то интересные мысли, и чтобы человек пошел там дальше, начал там читать книги и так далее. Будем дальше расти, будем дальше развиваться. Желания, задумок у нас очень много, недавно у нас появился прибор, да, вы знаете, там приборное измерение разряжения, значит, в любом месте, там с точностью единицы, миллиметра ртутного столба. Возможно, есть задумки, которые будем пытаться воплощать их в жизнь. На сим я, наверное, откланяюсь, я тут редко бываю, сегодня решил появиться, потому что доля участия вот в данном видео моя тоже, несомненно, есть. Это я, на самом деле, попросил первично, попросил отца, ну, давай вот отнесем на завод и там проверим. Все будет нормально, честно, покажем людям. Собственно, показали, душа чиста, дальше разбирайтесь сами. Кто-то, хотите, как видите, хотите, верьте, хотите, нет. С вами был я, Тимур Хорошин. До новых встреч, до новых роликов. Видео у меня еще лежит в запасе, которое надо будет выкладывать. Я думаю, скоро увидимся. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова